ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА ПОДМОСКОВНЕ ВЕЧЕРА ПОДМОСКОВНЕ ВЕЧЕРА Разница в возрасте, потом разница в опыте, связанном с театром и с кино. Поэтому, Ольга Владимировна, я вот так буду обращаться, если вы не будете. Хорошо. Что было у вас в самом начале? Как вы вообще пошли в театр, начали заниматься именно театральным искусством? И что это для вас вообще на сегодняшний день? Вопрос, конечно, такой. На странице 350 автобиографической повести. А мы сейчас тезисно так. Тезисно, да. Вопрос, он занятый только для тех, кто всегда задает, откуда вы, как вы решили стать актером. Мой любимый один доктор, к сожалению, сейчас его нет, врач, очень известный хирург в Питере, мне задал вопрос, Ольга, а что ты вот решила стать актером? Ты славы захотела? Я в ужасе отпрянула, говорю, да нет, ну нет. А значит, вот как ты, что тебе захотелось, чего тебе захотелось, и почему ты стала актрисой? Я так опешила от этого вопроса, я себе его не задавала никогда. Наверное, генетическая память, актерская, разрывает аорты, и просятся эти судьбы, эти люди, жизнью которых ты обязан прожить, они хотят выйти. Почему актеры болеют, когда? Я сейчас три года не репетирую ничего нового, я поправилась сильно. Ничего себе, я сижу, как сказать, не ем, я делаю гимнастику, и все пухну и пухну. Потому что, когда работаешь, что происходит такой вот энергии, болею очень. Все болеют, актеры, которые не работают. Значит, такая энергия, выброс энергии лишний, вместе с каким-то кодовым заданием нужно сейчас сыграть этого человека. Почему очень хочется какую-то роль сыграть? Очень. У меня таких психопатических желаний никогда не было. Но что-то хочется, что-то очень хочется, потому что я знаю, что это мое. Интересно. Иногда даже хочется мужскую роль сыграть. Вот есть такие, мне удавалось даже сыграть какие-то роли, которые такие недобабки, и бывают такие мужики, не то мужик, не то баба. Вот я такую сыграла луковую женщину у французского режиссера. Недавно по телевизору был исповедь незнакомцу. По блюзовской истории у него исповедь незнакомки, а здесь исповедь незнакомцу. Я вот играл такого недобавка из третьего отделения, которое и интриговало, и вымогало деньги. Но такое вот, бывает интересно, очень прожить чью-то судьбу. Вот, значит, с чего это началось? Это началось с какой-то, очевидно, записи в генах, когда именно на мне Боженька в перст опустил, сказал, иди. Где-то на вас все ваши предки сошлись. Сошлись, хотя дед актер замечательный был. И дети, дочка поснималась в кино, а сын вот сейчас начал активную жизнь в Москве. До этого работал у Слава Полунина полтора года, даже два. Вот, меняется ему, рулит. Вот, и даже внук мой поработал в театре. А внучка точно будет актрисой. Так что, говорят, что природа отдыхает на детях, нет. Нет, значит, сказывается оттуда. Она развивается. Развивается, да. Да, она все развивается. Так что началось вот с того, что почему-то, если что я заблуждалась, что я считала, что так просто. Дедушка актер, ну и я буду актрисой. Но сразу получила по ноздрям, потому что не поступило раз, не поступило два. И потом меня такой замечательный режиссер Павел Владимирович Вайсбрэм по блату пристроил, по блату просто говорил, возьмите мою. А профессор Макарев сказал, с блатными заниматься не буду. Пускай сидит. Вот так я сидел и все время думал, что меня выгонит. Я начал играть с 13 лет в самодеятельности, в школьных дрампружках. Как бы вот эта энергетика меня выкинула. Ну, выбрасывают, ты обнаруживаешь, ты уже рассказываешь, и тебе нужен свой портер, 3-4 человека, ты уже стоишь напротив. Как мне говорили, вы же это режиссер, да? Ну, актер-режиссер. Актер-режиссер, два образования. Два образования. Ну вот режиссер, это, мне одна женщина сказала, который должен перестроить очередь. Вот ему кажется, что мизансцена не та. Вот он всем должен руками что-то переделывать, стулья расставлять, усаживать. Ну, чтобы было более выразительно. А актер это тот, который постоянно оказывается, организовывает вокруг себя, когда рассказы рассказывает, и уже стоит на ногах. Он не может, энергетика такая выбрасывает над толпой, против толпы. Это вот такая энергетика. Вот такая энергетика у меня появилась, когда я получила по наздрям и сказали, нет, она, такой Александр Александрович Брянцев, известный, который детский театр создал. А я, как мне дали по башке, да еще сказали, что, ну, никакая. Я застенчива очень была, ну, наглости во мне не было никакой. Я замечала дома, но это кончалось только, когда я доходила до людей, которые на меня смотрели, потому что я росла я с братьями. И вообще, как бы, в доме было воспитано хорошо, а это еще мешает, когда нельзя орать, нельзя громко разговаривать. Ну, как бы, эти навыки не помогают профессионально. То есть дома вы были хулиганкой, а на улице застенчива? Не на улице. Как только попадала к людям взрослым, я знала, что если с тобой взрослым человек разговаривает, надо встать. И это, как сказать, гасило мою. Поэтому я не производила никакого впечатления. Вот от такого вот. Надо было меня разогреть, чтобы это увидеть. Вы закончили в Питере, да? В Питере. Вот я в школу-студию при Тюзе, потом уже работала в Тюзе, потом проработала 15 лет. Потом я ушла в театр комедии, там 5 лет проработала, и лет, года 23, отработала в Пуштинском театре. В БДТ, Господи, Божьи. В БДТ. В Большом драматическом театре Емитра Станокова. Это очень жестокая вещь, театр. И, как сказал мой любимый педагог и режиссер Полкачевайс Брэм, за радости в театре надо доплачивать самим, а за неприятности получать хорошую зарплату, которую актеры никогда не получают. Это самая несправедливая вещь. Понимаете, она, во-первых, вкусовая. Если я попадаю в театр к лидеру, художественный руководитель, мастерская, скажем сейчас, у которого своя эстетическая, творческая программа, значит, я попадаю в чужой монастырь. Ну, в общем, да. Значит, устав я должна принять или идти вон. У него свой вкус на актеров, на тип женщины, на тип героя социального, сексуального. Что с этим поделаешь? Значит, он пришел в чужую компанию, замешанную в совершенно чужих дрожжах. А как известно, театр – самый скоропортящийся продукт, где очень быстро у артистов народных раздуваются ноздри. Которые не имеют второй, третьей свежести. Они уже давно уже не осуществляют свое звание. Я часто говорил, вот если бы сейчас, как при этих самых, проветривали бы звание, переизбрание было бы на звание, как кидают шары, да, при защите там. Многие бы лишились их. Народный артист – это не значит, что он народный. Это чаще давали за прокиную принадлежность, от обкома партии, особенно когда в коммунистические времена. Дослуживались или за выслугу лет, а то, что он народный, не потому, что популярен. Популярность – другая вещь. Тоже не равна таланту. Не всегда равна таланту популярность. Это можно в кино сниматься, подскочить. Как вот мальчики, я сейчас… Они замечательные, я не хочу сказать. Сидели-сидели, вдруг менты. Вот их все на улице узнают. А сколько осталось 50? Я же всех знаю, ничто не предвещало беды. А сколько талантливых, которые вообще не снимаются. Так что вещь парадоксальная. И вот человек приходит в такой театр со своими никем не проверяемыми традициями, уставами, которые, может быть, замшели, со своей субординацией, табель о рангах, где там попрано что-то. И, конечно, он начинает мешать. Иначе как? И не думаю, чтобы он бы бездарных оставлял, а талантливых увольнял. Может быть, вздорных, может быть, не знаю ее Саныча, не так долго. То, что характер тяжелый. Кто сказал, что у режиссера должен быть легкий характер? Самое большое везение для актера что? Вузы и школы разрушены. Понятия. Могут до посинения устраивать семинары Михаила Чехова. Я читала книгу и изобретала сама тренинги. Потерянные понятия школы, потерянная культура воспитания молодого актера, напрочь потеряна. Поверьте мне, я, значит, если я начала, мне сейчас будет 62 года, а начала я в 13 лет играть. Причем я играла как в театре. Сколько лет я, значит, уже на сцене? От 62 отнимем. О, ну, 49. 49. Я артисткой работаю. Я работал всерьез, репетировал и выпускали несколько спектаклей. 49. Потом работала в Нимансе малооперного театра, в 16 лет, когда я поступила в театральный. Просто в штате была. Каждый день приходила, надевала костюмы и выходила в какой-то роли. Вот, поэтому сейчас реформы нужны. Пошло многое заявление о том, что я связан с историей, которая никому не нужна, потому что как только подсовываешься к молодым, я понимаю, что каждый опыт надо опрокидывать. Он, может быть, временный не нужен. Надо свой накапливать. Но кое-что есть интересное и полезное, которое вот такое количество поколений не съели. Когда я съела это, когда я бегала на занятия Эфроса, Крымовой, от меня отставали на 15 лет все. Потом кто-то подогнал, а новое поколение об этом так и узнало. Я хожу как свиноматка с недокормленными, значит, из меня брызжет молоко, а кого кормить нет. Потому что никому не надо это. Никому не надо. А вот такой вопрос. Ну, по крайней мере, на своем опыте знаю, что когда человек занимается театром, к нему очень часто близкие, дети близких, какие-то люди, с которыми встречаешься, молодые, подходят и спрашивают, вот хочу в театр, хочу в театр, что для этого нужно. К вам часто подходили наверняка, да? Да. Вот. Я обычно стараюсь отговорить. То есть вот у меня, первое, что я делаю, я просто отговариваю. Вот вы что делаете? Я тоже отговариваю по соображениям. Не то, что ты... У меня очень много абитуентов. Было очень много за мою жизнь. И не по соображениям, что я никогда никого не прошу читать. Я могу быть актером? Сейчас прошу. Я говорю, не знаю. С Поктуровский стал в 37 лет. Это один боженька знает. Ну, потому что ты не можешь, или я слепа. Это настолько организм развивается, не предсказуемо. И с педагогами, когда у меня всего один курс был, киргизский, который я взяла в Ленинграде, потому что больше никогда в жизни и не возьмусь за преподавание, потому что оно, мне кажется, абсолютно безграмотное. От набора до системы обучения актеров. То, что вузы кадры куют. Дикое сопротивление. Дикое. Это такой мезозой. У меня бабушка, бабушкина сестра кончила с белым рояльем консерваторию, любимая ученица Глазунова. Она педагогом была. Потрясающим. Так у нее вот это делали, через три месяца играли. Через три, а то через три недели. Она шла. За учеником. За учеником. А не сидела, как я ПФД писала. Памятничный свидетель. Они уже не играли Шекспира на первом курсе, а я для института писала фальшивку, что я ПФД делаю, ПФД. И один актер становится актером за год, а другой за 15 лет. Как можно это вгонять в русло диплома и ставить отметки за это? Кошмар. Ну что ж. Да, очень как-то у нас трагическая сторона свернула диалог. Ну, ненависти. У нас замечательный театр развивается. Я просто... Извините, дорогие зрители, может, вам абсолютно это не интересно. Но сошлись тут такой у нас классический дуэт режиссер-актер, актер-актер, актер-режиссер. Я даже про эту пьесу когда-то написал вместе с Ильей Ризником, когда он только еще становился песенком, в репризных стихах мы искали пьесу. Такой классический дуэт режиссер-актер. Трагический. Потому что режиссер все говорит, где тот актер, с которым могу сделать театр? Режиссер думает, где тот режиссер, с которым я буду... А я готова припасть к ногам режиссера, но когда подхожу, подползаю, он говорит, ой, как-то это устарело все. И дальше ищет свою музу. А муза... Давайте так вот немножко отвлечемся все-таки от этой трагической интонации. Вернемся к нам вот в Подмосковье. У нас тут закат, плетень такой выстроен. Вы часто гастролируете по Подмосковью? Ну, только сейчас эта традиция началась. Я ее очень приветствую. Я очень люблю выезды. Потому что, во-первых, если бы мы приезжаем в какие-то города, там, Вовск, Световск, Пермь, сейчас мы в Иркутск полетим. Ну, почему же под городом, в котором мы живем такое количество точек? Я, вы знаете, лету уже очень много лет билось, чтобы эту идею как бы развивало, чтобы были площадки такие, чтобы приезжали театры, где люди... Даже в Москве районы целые есть, которые не доходят до театров. Ну, что сейчас творится в Москве? Когда сугробы такие, когда публика опаздывает на полтора часа. Не доехать. Из дальних районов, Митина, там, откуда. Не доехать людям. Не доехать, значит. Должны быть театральные точки везде. Уж я не говорю, что тут такой шикарный город, который может себя обеспечить. Здесь нужна потрясающая, хорошо оснащенная площадка. И чтобы людям было удобно. И подъезды, чтобы были. Можно у кого машина есть, поставить машины. Надо, конечно, людей кормить. А по каким городам под Москвой вы уже ездили? Ну, я ведь вообще питерский человек, поэтому я не могу сказать. Вот мы сейчас поедем в Жуковку, да? В Жуковский. Жуковский, да? В Жуковский. Извините, ради бога, дорогие узклечи. Я питерский человек еще не выучила. Мы где-то еще были. Сейчас я боюсь, наверное. Это, в общем, у нас второй выезд. Но я надеюсь, что наладится. Нам, актерам, очень хочется приезжать, потому что чем дальше от... Я не хочу не сказать ничего в адрес Москвы или Питера, но чем дальше от центра, тем лучше публика. Как ни странно. Я думаю, что это понятно, потому что... Ну, по-программу в Москве, например. Потому что в Москве есть постоянно некая суета, очень много приезжих, очень много самих москвичей. И это все вот это вот как некий такой муравейник, в котором просто... Ведь я вот как-то сходил и заметил, что люди не смотрят выше своих коленей, как бы коленей людей, которыми... Да, вот они вот идут и взгляд все время вниз. Я представляю, что, наверное, в XIX веке люди смотрели по меньшей мере куда-то в районе глаз, а раньше, может быть, еще и в сторону неба. И вот этот суета... А вниз можно смотреть, чтобы быстрее перемещаться в пространство, чтобы быстрее... А тогда, естественно, не успевая что-то увидеть, не успевая что-то понять. И в театральном зале тоже. И просто эмоциональная усталость, и просто избалованность, потому что много гастролеров, много что видят. И такая вот, как бы, по-разному. Хотя и бывает замечательный публик, и залы замечательные. Но я все-таки за то, чтобы театры могли иметь возможность приезжать, как когда-то было. Традиция была. Ну да. Вот, только другое дело, чтобы оснащены были технические сцены, чтобы людям было удобно сидеть в театре, чтобы это было праздником. И давайте вот сейчас еще отбросим театральное пространство совершенно. Вот. И поговорим о кино. Вот. К сожалению, на своем опыте знаю, что это совершенно разные профессии. Киноактер и театральный актер. Вот. Они как-то вот по природе разные. Я в кино не получил удовольствие такого, которое я получал, скажем так, как работая в театре. Вот. Что для вас кино? И, если возможно, о опыте вашей работы вот непосредственно с Эльдаром Рязановым, которого, я думаю, в Подмосковье очень многие любят. Ну, так, наверное, как во всей России. Это такой, какой-то вот общенародный режиссер такой. Я не знаю, за счет чего, но вот сформировалось какое-то такое ощущение. Ну, я могу, может быть, не очень согласиться с вами, при том, что театр съедает гораздо больше актерского пота и энергии. Театр. Потому что зарепетируешься, играешь 100 гамлетов, а не одного. А в кино ты прикасаешься только на 10 минут, потому что еще мы не перешли к западной системе отжимки, где снимают так плотно, что ты не успеваешь обернуться. Но если играешь с неудовольствием в театре, это равно неудовольствию в кино. И азарт играния в кино такой же, как и в театре, если тебе повезет с режиссером и с материалом. Я так называю роль, потому что давно уже не играю хороших ролей, а выкраиваю из них нечто то, что можно было бы сшить и подарить насытив эту ткань кровью, воображением, темпераментом, чтобы люди поняли, что я имел в виду. Поэтому часто собираюсь сниматься у Овчарова, стучу по столу и по дереву. И вот это невероятно, наверное, знает, может быть, более старшее поколение его фильм «Небывальщина» и прочее. Потрясающе одаренный человек. То есть это такой азарт изобретательства, такое совместное делание роли. Это он будет снимать про Федота Стрельца Водолова-молодца по Филату. И там должна бабу-ягу играть. Не просто такое придумал, такое сложное, что мне, я уж как-то, голова работает неплохо до сих пор, я не успеваю там иголку просунуть. То есть я сейчас только начал его догонять и предлагать. Вот. А в театре так же, точно так же. И бывает отвратительно в кино, отвратительно, это сжав зубы просто, но и бывает подарочный вариант. С Ольдаром Санычем мы встретились очень давно, встретились по театральной работе. Вот так называемый фильм «Служебный роман», который я все знаю, зрители по кино, назывался «Сослуживцы». Была пьеса, написанная Брагинским и Рязановым, где я играл эту муру. То есть это сценарий был сначала как театральная пьеса? Да. Потом как? За два до того, как он ее за три поставил. И Ильдар Санычем приехал в Питер, посмотрел спектакль и сказал публично, погубив меня, потому что трупы, актеры такого не прощают, коллеги. Тем более, я не сильно хороша из себя, не претендуя на роль героини. Но он сказал, вот я так влюбился в Олю Волкова, что я бы на ней женился. И что это гений, обойденный кинематографом, с Мактыновской в юбке, я буду ее снимать. Второй удар, вот зачем меня возненавидели окончательно, дамочки кинотеатральные. И после этого никуда, ни разу не позвал. Я не снимал с него много-много лет. Забыл. Забыл или потом он говорил, что вы очень театральная, я боюсь вас снимать. До сих пор вот так вот говорит, что я вас боюсь, Оля, вы очень театральная. Вы столько лет боитесь, ну, когда-нибудь измерьте меру моего падения. Ну, как я могу там нашакалить, наиграть. Все время меня боится. Вот. И потом уже случайно он приехал в Питер отпрашивать на съемки у театра Олега Валерьяновича Василашвили. И на лестнице сталкивались, ой, Олечка, здрасте, как я вас люблю, как я замечательная актриса. А Олег Василашвили говорит, что замечательно, что ты ее снимаешь? Она такая замечательная. Говорит, мне Орленья, ты поищи. Буквально через день мне звонит, предлагает роль, от которой я с дуру чуть не отказалась. Это вокзал для двоих. Вот, потому что мне сценарий не понравился очень. Я ему, а у меня такое неприятное качество говорить то, что я думаю. Альдар Саныч, человек избалован, он привык к этому. Актеры боятся, говорят, чтобы не испортить отношения. Поэтому, когда я уже спустя много лет дарила ему, есть такая, знаете, традиция, а компендиум, это часть киноаппарата, разбивают тарелку. В первый съемочный день все разбирают по кусочку тарелки. И вот он приехал в Питер и до этого говорит, когда небеса обетованные вышли, что у меня осталась одна тарелка, либо я помру, неужели я больше не сниму ничего. Из сервиза огромного, немецкого. Но я хотела ему сделать неприятность, объявить по радио, что Дар Саныч кончилась посуда. А там же у нас фарфоровый Ломоновский завод, он бы вагоны увозил, чтобы ему в гостинице несли бы посуду. Но я пощадил его, потому что такой черный юмор, хотя хотелось так разыграть. Поэтому я вышла, когда была презентация, на сцену и подарила все, что осталось от бабушкиного, кузнецовского, не фарфора, а фаянса, вот такую большую тарелку, блюдо такое, как тарелка. И сказала, что от всех птицов, которые не принесли, я вам дарю, вот эту тарелочку, которую вы будете бить, и она хватит надолго, бить по кускам. И там написала любимого режиссера от Корделии. Как известно, Корделия была дочка любимая, но которая стала нелюбимой, потому что сказала правду. Вот поэтому у нас бывают частые конфликты, хотя я его обожаю, и благодаря ему стала москвичкой, потому что попасть в Москву не только в Москву, в Подмосковье, где человека, живущего не в Москве, невозможно, потому что 30 лет я топала, получила отказ, потому что была замечательная система, чтобы меня брали на работу в театре, я принята была в Амхат, уже в художественном проезде, Алик Николаевич Екелов, но чтобы взять меня на работу, мне было штамп по прописке, а чтобы получить штамп по прописке, мне было штамп по работе. Это и сейчас есть, на самом деле. Все, и замкнутый круг, замкнутый круг, и я никто, и я уезжаю домой каждый раз. Ну вот, Ильдар Александрович публично сказал на презентации картины «Привет, Дуралеи», сидел Лужков и сказал, Юрий Михайлович, поможем, Ольге Владимирович сделаться москвичем, что поможем, поможем. Он говорит, поможем, поможем, давайте как мужик мужику мы сейчас скажем. Все это снимается на видео, я стою нежива, нежива. И вот Юрий Михайлович слово свое сдержал и помог мне стать москвичкой, помог мне приобрести квартиру, там продать, здесь купить, но по городской цели, потому что по коммерческой не купить, просто у города купить квартиру. Вот, и таким образом благодаря Ильдар Александрович стала москвичкой. Вот. Опыт наш, киноработ, но я как амулет, я приношу удачу, поэтому еще, может быть, это сыграло свою роль, что из картины в картины как-то я проскочила. но такие небольшие работы, небеса обетованные, самая длинная роль, хотя забытый был для флейта тоже была такая пробежка. Длинная и последняя работа у нас, вот «Тихие омуты», который был, вот сейчас уже кто-то мог посмотреть, в кассетах вышли, но там, к сожалению, мы все пострадали, потому что моя роль вообще урезана, там вырезаны очень многие сцены смешные с Андреем Макаревичем, который замечательно играл, с Хазановым, потому что Эльдар Александрович, в силу того, что денег государство не дает на кино, запустил нашу картину, и мы встали, денег не было, как раз дефолт был. И он начал снимать старые клячи. И все, что было написано, трюки, все смешное, взял и кинул старые клячи. То есть я решила все атрибутики смешной, в роли погони, там должна была, это я должна была нестись за преступником на машине и потом плыть по реке на этой машине. И масса трюков, которые, ну, так сказать... Очень расстраивает, когда вот вырезается. Ну, как вы думаете, когда, я привыкла, когда вообще ничего нет. Вот на съемки прихожу, ну, была такая сцена, которая выкинута, где я, Андрюша Макаревич, он говорил, хозяина дома, который мы как бы обманным путем заняли, думая, что хозяин другой. И хочу рассказать сюжет, потому что публика будет смотреть, кто не видел. И в ходе хозяин с ротвеллером, ротвеллер, а я играю следователя, начинает лаять. И я кричу, уберите вашу собаку, уберите вашу собаку. Сидеть, сидеть. И потом, значит, собака лает, лает, а потом, значит, я кидаю печенье, и собака ест и замолкает. Вот продажная шкура. Вот такая сцена. Привели на съемку двух ротвеллеров толстопопых, сладких таких, которые только лают, но при этом вот так виляют хвостом. Куча народа на съемках. Все советуют, хозяины стоят, хозяева, как тренировать, как что делать, чтобы собака должна лаять крупным планом на меня. Злобно лаять. Потом, наконец, я устала от этого. Причем два дубля, потому что одна собака устает, другой работает. Я собаку очень люблю. Даже как с детьми у меня находится общий язык. Вот вы уже ответили на мой вопрос. Язык. Это спросить, как сейчас очень мило рассказать про собаку. Я их люблю, но, к сожалению, у меня их нет, потому что такая ответственность, а дом на колесах и бросать собаку, это преступление просто. Если бы можно было всюду возить с собой, то это счастье. И вот я, наконец, плюнула и сказала, дайте я сама все сделаю. Мы поговорили, я присела, поговорила с одним товарищем, намазала шнурки колбасой, колбасу сюда взяла, колбасу сюда взяла. Ну, конечно, это был ужас, потому что он бежал, лаял, и я закрываюсь, изображая ужас, вот так вот, а здесь говорила, голос, голос. Энергетика-то другая. Фу, фу, голос. Ко мне садилась, говорит, уберите собаку, уберите, голос. Собака уже, у меня вот здесь лежала колбаса на каком-то дубле, а Эльдар Александрович жуткий садист. Чем опаснее съемка, он входит, вообще, когда режиссер, вам это даже знакомо, чем больше нравится, еще раз надо повторить дубль, дублей 20. В кураж ходишь, в кураж ходишь. В кураж, как будто вот, как бы сам. И вот пока, наконец-то, я положила себе вот сюда, уже собака, наменялись, уже понравилось, и пускай Оля, на вас лезет собака. И собака прыгала на меня, и вот так шмать сделала, пятерней, когтей. Вот так, я думала, что у меня вот так лоскуты кожи, благо, что у меня бронированное лицо какое-то, у меня просто красные полоски были. Но чуть вот, но это я сама не успела блог сделать виновата. Но сцена была смешная, я вырезал, вырезал. И вот часто вот так вот, Илья Александрович, а вот тут есть, все, сцена кончилась, ничего нельзя. Когда проходка маленькая, и вот материалу больше, предложений больше, а времени остается мало. Очень обидно, не за себя, а за зрителей. Рассказывали, и был один оборот, я подумал, что вот, наверное, молодые актеры, такой оборот, это вот не из уст молодого актера, он не может звучать, когда вы сказали, что вот собака, это лапы по лицу, остались три пятна, но это я сама виновата. Я думаю, что если мы ответим на вопрос, кто виноват, указав пальцем на себя, потому что мы составная часть этой большой территории, которая богата ландшафтами, богата замечательными людьми, человеческим фактором, и чудовищно, и бездарно по своей организации, кто виноват? Мы. Когда мы ответим на этот вопрос, мы станем жить лучше. Да, Достоевский говорил, да, красота спасет мир. Не спасет, мы сами спасем. Вот я думаю, что на сегодняшний день самоирония спасет мир. Самоирония спасет мир. Иронично мы тоже, извините, сидим с пролежнями, говорим, какие мы идиоты. Делать надо. Спасать себя, свой дом, свою семью, спасать руками своими. Вот. Тем не менее, большое спасибо за то, что вы нас посетили. Вы знаете, мне действительно по-настоящему приятно было общаться и как режиссеру, и как молодому актеру, и как мужчине. Мне было очень приятно общаться. Вот. И в заключении хочется сказать, что дай бог, чтобы на Руси было как можно больше актеров, которые, актеров, режиссеров, да и вообще людей, которые говорят, я виноват. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова